Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Сегодня, благодаря нашему новому девизу «За уживых, оплакивых, мёртвых, разбиваем молнии» мы с вами открываем новую рубрику, совершенно новую, «Когда врут инструкции?». Дело в том, что мы вас всегда призываем читать инструкции, но это не значит, что в инструкциях содержится только правда. Инструкции очень часто врут, и, конечно, враньё в инструкции мы будем в обязательном порядке разоблачать. Открываем инструкцию флюангсола. И здесь написано, что в дозе до 3 мг в сутки этот препарат обладает свойствами антидепрессанта, и его можно использовать при лёгкой и средней степени тяжести депрессии. Итак, ещё раз, получается, что флюангсол в дозе до 3 мг является антидепрессантом. Вы уже знаете, уже привыкли, что мы различные психические расстройства изображаем в виде драконов. Количество голов у них, у этих драконов отражает поражение различных нейронов. Серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых депрессий – это поражение трёх типов нейронов, снижение активности нейронов. В результате возникает усиление отрицательных эмоций или ослабление положительных эмоций. Вот здесь приведены жалобы. Хотите эти жалобы рассмотреть поподробнее, поставьте на стоп и читайте эти жалобы. Так вот, в чём заключается враньё в инструкции? Первое, что заключается враньё в инструкции, что, собственно говоря, антидепрессанты сейчас стараются не назначать в начале терапии больных с лёгким депрессивным эпизодом. То есть, с лёгкой депрессией. Ещё раз, враньё в инструкции заключается в том, что лёгкие депрессии стараются, вообще-то говоря, не лечить, не назначать психотропные препараты. Обратите внимание, довольно современные свежие рекомендации. Вы меня спросите, а как отличить лёгкую депрессию от средней тяжёлой и тяжёлой? Для этого есть критерии депрессивного эпизода. Депрессивный эпизод по-врачебному – это и есть настоящая депрессия, которую нужно лечить. И вот критерии депрессивного эпизода, они состоят из основных симптомов, их три, и дополнительных симптомов. И вот по количеству основных дополнительных симптомов, но не только поэтому, а потому как депрессия влияет на жизнь, Как депрессия влияет на работоспособность человека и определяют критерии тяжести депрессии. Обратите, пожалуйста, внимание, вот при легких, мы специально зачеркнули средне-тяжелую-тяжелую, при легких депрессиях не рекомендуют назначать сейчас начинать лечение, по крайней мере, начинать лечение с каких-либо препаратов. Так что это первое вранье в инструкции, но надо вам сказать, что это вранье еще не самое страшное. В чем заключается самое страшное и самое опасное вранье? Вот здесь я выделил специально три механизма действия препарата, которые называются флюангсол и флюпинтексол. Это международно непатентованное название. Влияется антагонистом трех типов рецепторов. Дофаминовых рецепторов второго типа, альфа-адренорецепторов первого типа, серотониновых рецепторов, 5-гидроксид, трептофан, 2-А типа, обратите внимание, вот здесь они обозначены. Что это, собственно говоря, за рецепторы? Эти рецепторы, через которые осуществляется основное общение между нейронами. То есть возбуждение этих рецепторов и передает активность от одного нейрона к другому. Прикрепляются нейромедиаторы, дофамин, норадреналин, извините, серотонин, конечно, а не ацетилхолин. И возникает переход возбуждения от одного нейрона к другому. Что же делает препарат под названием флюангсол? Флюангсол, он прикрепляется к этим рецепторам сам, и активность серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов блокируется. То есть препарат флюангсол на самом деле способствует выращиванию вот этих драконьих голов, которые усиливают отрицательные эмоции, ослабляют положительные эмоции у человека. Вы должны сказать, насколько вот это все серьезно. То есть если я буду принимать флюангсол, насколько это серьезно усилит депрессию? Неизвестно, насколько это серьезно усилит депрессию. Вероятно всего, не очень сильно, потому что доза флюангсола не так велика. А надо вам сказать, что от дозировки зависит, сколько рецепторов займет тот или иной препарат. Поэтому вряд ли это будет очень сильным усилением депрессии. Конечно, будет усилением депрессии, но вряд ли очень сильным. Но здесь важно другое. Это другое связано с тем, что появляется с приемом флюангсола огромное количество побочных эффектов. И вот это количество побочных эффектов будет на самом деле балластом. Почему будет балластом? Одно дело вы назначаете человеку антидепрессант, который эти головы рубит серотониновый, норадреналиновый, дофаминовый. То есть активность повышается, депрессия проходит, все нормально. И конечно же побочные эффекты, которые этим связаны, они во всяком случае хоть как-то оправданы. То есть препарат приносит пользу. Этот же препарат пользу больному с депрессией принести не может исходя из механизма действия, а фактически приносит только вред. Но надо вам сказать, что вообще-то говоря, для нашей медицины, для нашей психиатрии назначение всяких препаратов, которые могут только ухудшить ситуацию, это в общем-то довольно естественное такое состояние. Вот видите тут упоротого лиса, которого упороли лекарствами. Это происходит достаточно, к сожалению, часто. Мы как можем с этим боремся. Теперь вы скажете, ну хорошо, с точки зрения механизма действия, это препарат, который вредит больным с депрессией. А вот может быть есть какие-то доказательства. Обратите внимание, мы использовали разные самые стратегии поиска. Мы скрещивали, конечно, в пубмет это все делалось. Мы скрещивали флюпинтиксол, международное патентованное название, с мейджи депрессив дизода. Это американский аналог рекуррентного депрессивного расстройства, при котором встречаются эти самые депрессивные эпизоды, которые являются талоном депрессии. Просто со словом депрессия, потому что вы видите, если скрестить флюпинтиксол с мейджи депрессив дизода, то там ноль. Здесь получается 4, вот если просто скрестить с флюпинтиксолом из 4 работы, вот из этих 4 работ есть только 2, подчеркиваю, во всем мире есть только 2 работы, в которых флюпинтиксол рассматривался как препарат, который может в монотерапии назначаться при депрессии. Обе эти работы были написаны 45-47 лет тому, то есть фактически 50 лет тому назад. Таким образом, ни с точки зрения механизма действия, ни с точки зрения доказательной медицины флюпинтиксол нельзя использовать при депрессии, и соответственно мы с вами вместе разоблачили вранье в инструкции. Если вам понравился этот выпуск, вы можете нас отблагодарить, вы найдете реквизиты счета в описании ролика. Ну и конечно же мы очень бы хотели, чтобы вы всегда подписывались на наш канал и рассказывали о нашем канале самым разным людям, потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы рассказывать объективную информацию как можно большему количеству людей. Спасибо вам за внимание.